За сутки в зоне Атония один украинский военный не погиб, один получил боевую травму. На Луганском направлении не зафиксировано ни одной вражеской провокации. При этом на Донецком участке линии разграничения противник несколько активизировался. Из-за обороненных мінскими домовленостями мінометов калібру 120 мм. У бік українских військовых ворог випустил 12 мін цього калібру. З мінометів калібру 82 мм та гранатометів противник відкривав вогонь по нашим позиціям неподалік населених пунктів Водяне та Піски. В бік українських військових окупанти випустили 9 мін. Військовослужбовці Збройних Сил України вогонь відповідь не відкривали. Американські аналитики отмечають, що так называемий «бычий» ринок в США длится уже 9 лет, а текущая коррекція – пятое по счету. В предыдущие 4 раза ринку вдавалось восстановитися. Сирийський мальчик Хусейн расплакался прямо на школьном уроке. Ему уже 13, но он только сейчас пошел в первый класс. Когда началась война, Хусейну было 5 лет. Вместе с семьей он бежал в город Сахная. А в родном Абу Камале на сирийско-иракской границе остались друзья. «Я нашел номер телефона одного из друзей и позвонил ему. Он сказал мне, что мой друг Маджет умер. Маджет играл с нами в футбол». Теперь Хусейн вместе со многими другими детьми участвует в программе срочного обучения. Ее запустил детский фонд ООН. Школа работает две смены, чтобы помочь детям и подросткам догнать других учеников. Но многие отставшие школьники чувствуют себя неловко. «Люди говорят, что я такая большая, а хожу только в четвертый глаз. Я много пропустила, но буду учиться дальше». До войны в Сирии было 20 тысяч школ. Теперь осталось в два раза меньше. Большинство зданий уничтожены, либо полуразрушены. Некоторые заняли повстанцы или боевики. Сирийскому мальчику Али 12 лет. Ему тоже не довелось пойти в школу вовремя. «В нашу школу попал снаряд и все уничтожил. Мне тогда было 6 лет». По данным организации «Спасём детей», примерно 7,5 миллионов сирийских детей в последние годы росли, не видя ничего, кроме войны. Многие были вынуждены работать, чтобы помогать семьям. Кого-то завербовали боевики. Всё это оставило глубокий след в сердцах детей. «У нас были тяжёлые случаи, когда психика детей сильно пострадала. И мы замечаем, что некоторые школьники ожесточились. Таким детям помогают психологи». Большинство детей, которые теперь учатся с Ахная, бежали из Раки, Алеппо, Дейрэззора, Идлиба и Абу Камаля. Местная школа тоже пострадала из-за войны. Вся мебель здесь старая, а классы не отапливаются. И всё же дети рады, что снова могут учиться. Почти 100 хоккеистов из разных стран съехались в индийский штат Джаму и Кашмир, чтобы установить мировой рекорд. Они проводят матчи на высоте более 4000 метров над уровнем моря. Каток находится в 160 километрах от высокогорного города Лех. Сегодня измерили высоту расположения этого хоккейного катка. Получилось 4282 метра. Так что это самая высокогорная в мире игра в хоккей. В международном турнире участвуют команды из Индии, США, Канады, Германии и Франции. Игру усложняет сильно разряжённый воздух. Некоторым хоккеистам даже нужна кислородная маска, чтобы восстановить дыхание. «Мы впервые играем на катке, который находится так высоко. Мы проводим турнир, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса». Представители Книги Гиннесса официальное достижение пока не признали. Хоккей на льду становится всё популярнее в Индии. Играют в основном в штатах Джаму и Кашмир. Ихимачал Прадеж, где зимой минусовая температура и вода замерзает. В тёплых регионах тоже есть катки, но и из искусственного льда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...